Но не только армией сильна наша страна, не только армией сильна Россия. В первую очередь, на мой взгляд, наша страна сильна своим народом. И в этой связи я хотел бы прочитать одно стихотворение, называется оно «Митинг в Канаде». Написал его Константин Симонов. Написал он его в середине 20 века, но до сих пор, на мой взгляд, опять-таки, это стихотворение не потеряло актуальности. Микрофон ближе. Я вышел на трибуну в зал. Мне зал напоминал войну. А тишина? Ту тишину, что обрывает первый зал. Мы были предупреждены о том, что первых три ряда нас освистать пришли сюда в знак объявления нам войны. Я вышел и увидел их. Их в двух шагах, их в трех рядах, их злобных, сытых, молодых. В плащах, со жвачкою в зубах. Рука в карман, зубов оскал, подошвы. На, ну, врага. Так вот оно, лицо врага. А сзади только темный зал. И я не вижу лист друзей, хотя они, наверное, есть, хотя они, наверное, здесь. Но их ряды там, где темней. Наверное, там. Наверное, так. Но пусть хоть их глаза горят, чтоб я их видел, как маяк. За третьим рядом полный мрак. В лицо мне курит первый ряд. Почувствовав почти ожог, шагнув, я начал речь. Ее начало, как прыжок в атаку. Чтоб же не лечь. Россия, Питер и Арбат. Но сзади только легкий шум. Но прежде чем пришло на ум через молчащие ряды, Вдруг как обвал, как вал воды, Как сдвинувшаяся гора Навстречу ринулась. Ура! Уж за полночь и далеко, А митинг все еще идет, И зал встает, И зал поет, И в зале дышится легко. А первых три вида Молчат. Молчат, чтоб не было беды, Молчат, набравши в рот воды. Молчат! Четвертый час подряд. Но я конца не рассказал. А он простой. Теперь, когда войной грозят нам, Я всегда припоминаю этот зал. Зал! А не первых три вида. Спасибо. Спасибо вам. Так, ну и у нас грозился еще Ирак Анварович, достойный шеф. Спасибо. Спасибо.